всем привет с вами вера и я очень рада видеть каждого на своем канале как вы наверное заметили я просто обожаю бросать себе вызовы то нарисую рисунок карандашом стоимостью 1 рубль то нарисую буквально палкой нет конечно не палка было но это вот реально палка не художественный инструмент в общем все это вы можете посмотреть на моем канале убедиться и как-то вот на днях шла по фикс прайсу и мое внимание привлекло вот это это набор акварели что мы имеем яркую упаковочку интересные краски которые кстати по форме выпуска очень сильно напоминают акварельной краски детской серии фирмы и derwent и faber castle для тех кто не в курсе эти фирмы занимаются детской линейкой и в довершение прям вишенка на торте к набору еще и кисточку приложили это просто прекрасно учитывая что для акварели для ребенка приложили кисточку с щетиной я не знаю насколько нужно не любить детей чтобы набор акварельных красок положить куцию ладно уже опустим этот момент куцию кисточку с щетиной после этого ни один ребенок рисовать не будет я вам гарантирую но помимо этой боли например в моем детстве было еще когда тебе дарят раскраску например какой-нибудь там русалочки я просто вместе в детстве обожала мультик русалочка и мне подарили именно такую раскраску и я не знала с какой стороны мне раскрашивать том что бумага там была настолько тонкая что приходилось выбирать либо тебе с этой стороны нравится либо тебе с той стороны нравится а если с обеих от этого прям можно было разрыдаться и взрослые не понимали почему но все было просто и я ненавидела эту тонкую бумагу если у вас было так же то ставьте лайк или пишите комментарий вообще если я вижу раскраски в магазинах то сразу же проверяют плотность бумаги если она достаточно то супер такие продавцы мой вам респект потому что я понимаю всю боль которую испытываешь когда с обратной стороны что-то проглядывает в общем красочки слабенько так пахнут пластмассы и хоть закрытым хоть в открытом виде и при открытии упаковки они буквально разваливаются на две стороны но что я хотела за 50 рублей то вот жадина скажите вы с начала я попробую краски на отдельном листочке акварельной бумаги чтобы понять можно ли рисовать хантином аланином и тальком с пигментами я сейчас не ругалась я перечислила состав красок на упаковке вообще все серьезно написано даже что краски предназначены для детей строго с трех лет понятненько значит детей с трех лет можно обижать всякими кисточками с щетиной свинью им подкладывать я конечно же не буду рисовать этой ужасной кисточкой я воспользуюсь своей любимой кистью только сейчас определюсь какой из нескольких у меня кстати в пенале есть специальный кармашек для любимых кисточек для нелюбимых кисточек и для среднелюбимых кисточек у меня вот такой порядок в пенале а у вас я определилась это будет кисть имитация белки они я уже рассказывала в прошлом видео она имеет удивительно нежный синтетический ворс и очень хорошо держит воду и кончик этой кистью я могу нарисовать от крупной заливки до мельчайших деталей и у меня вообще не будет никакого дискомфорта но кто ее у меня пытался брать рисовать почему-то заявляли что она абсолютно неудобно и причем уровень рисования людей был разный меня это на самом деле очень сильно удивляет но все дело вкуса как говорится тем временем я уже мазю каю краской по бумаге никогда такую странную акварель я не пробовала даже детская медовая из старого обзора дешевой акварели было реально акварелью вот это который я сейчас рисую не побоюсь сказать этого слова какая-то пародия на акварель с гуашью вместе во первых даже моя толстая полная воды кисточка вот с трудом размачивает кругляш с краской как будто я пытаюсь размочить медицинскую таблетку и потом ею рисовать вот такие ощущения во вторых она ложится как песок кто-то скажет что это грубый помол но я думаю дело в другом составе сам производитель указал что есть красители а значит что никакого помола быть не может а вот песок это следствие присутствия талька который делает эту акварель похожий на гуашь кстати потом когда я сливала воду из баночек в которые макала кисточку я видела вот этот осадок как и вы сейчас его можете видеть она абсолютно не ложится как акварель каждый мазок это линия никаких тебе акварельных приемчиков никакой тебе фантазии все тупо и топорно и если в начале я планировала что-то рисовать то теперь я абсолютно уверена что краска создана исключительно для бездумного и хаотичного возюканье по бумаге крупным планом видно все но давайте попробуем поставить жирную каплю краски на сухую бумагу и на мокрую и посмотрим как они высохнут я все-таки не теряю надежду получить что-то акварельное на свои 50 рублей но прежде чем я перейду к финальной интриге с сюрпризом которые мне неожиданно преподнесла эта краска давайте обсудим книги которые меня вдохновили в этом месяце и один вопрос который я боялась с вами обсудить акварельный скетчинг и атмосферная акварель издательство миф это очень крутые книги я думаю что это две взаимодополняющие книги они учат экспрессивному рисованию и есть такая проблема которую я боялась озвучивать но все же осмелюсь и те кто закидают меня помидорами и захотят отписаться кидайте отписывайтесь люди которые никогда не учились рисованию самоучки в конечном итоге могут рисовать гораздо лучше чем те кто учился учился и может вот те самые самоучки могут иметь свой стиль о котором так модно говорить и и многие мечтают они могут делать такие вещи которые не могут себе позволить те кто учился и все дело в том что когда только учишься рисовать особенно сам хочется сразу уже начать что-то классное делать самовыражаться вот так мыслит самоучка а те кто учатся долго и трудно могут где-то по дороге случайно потерять свою я свою яркую индивидуальность и вообще перестать создавать что-то необычное а некоторые после этого еще и рисовать бросают и идут второе образование получать но дело вообще-то поправимое либо постоянно удовлетворять свою потребность в экспрессии и самовыражении либо если вы в кризисе искать силы и идеи в книгах или в людях но в данном случае в книгах потому что я вот могу конкретно посоветовать что атмосферный акварель что акварельный скетчинг помогут хоть новичку еще вчера взявшему карандаш в руки что профессионалу разбудить свой творческий вулкан не побоюсь этого слова незамысловатые рисунки и очень простые примеры яркие сочные аппетитные да и сам текст в обеих книгах полный идеи интересных фактов поможет в этом вопросе например в акварельном скетчинге много сведений о красках кистях и принадлежностях для рисования и если вы тоже хотите все узнать в видео то ставьте лайк и комментируйте а теперь я хочу вернуться к нашей злополучной акварели фиолетовый цвет я нанесла по мокрой бумаге и он распался на синий и розовый при смешивании цветов вообще получается грязь расходуется быстро и трескается и кстати с высыханием краски я стала замечать как удивительно похоже акварель на акварель с эффектом грануляции может вообще она и стоит приобретение ради этого эффекта подумала я ну не тут то было после высыхания ее легко стереть вот так как пастель вывод короче такой если вам после этого видео срочно понадобилось именно это акварель именно для каких-то вам только понятных эффектов то пожалуйста покупайте но для детей и просто для начинающего вообще не берите пройдите мимо фикс прайсе много хороших вещей но точно не это акварель так что категорически не советую если вам понравился обзор и вообще мои мысли а может быть вам приглянулась школа о которой я говорила в начале то пишите обо всем в комментариях я буду все читать тоже комментировать я вас очень люблю целую обнимаю до скорых встреч ваша вера всем пока а